В прошлом году на территории 12-й школы была высажена аллея учительской славы. 24 клёна будут расти и напоминать славянцам о выдающихся педагогах, которые золотыми буквами вписали свои имена в историю Славянского района. В этом году планируется построить и открыть памятник первому учителю как символ большого уважения и благодарности к учительскому труду. Идея установки памятника первому учителю вынашивается уже давно. Каким он будет, где установлен, кто из педагогов станет прообразом скультуры, эти вопросы долгое время обсуждались, в том числе и в социальных сетях. Скульптором Виктором Вайсом были сделаны три макета будущего памятника, которые он представил на заседании Оргкомитета. В обсуждении проекта приняли участие депутат законодательного собрания края Виктор Чернявский, ветеран педагогической отрасли, учителя славянских школ. Скульптуры памятника первой учительницы, которую мы с вами решили установить в Валерийской Славянской Кубани в честь учительства и как знак уважения учителям и нашим наставникам лица первой учительницы, мы воздаем должное всему учительству, всему поколению. В ходе заседания были детально рассмотрены все три макета будущего памятника. Каждый участник высказал свое мнение. Большинство отдало предпочтение второй модели, в которой понравилась динамика композиции, привлекли целеустремленный взгляд и доброта. Каждый нашел что-то близкое в этом образе первому учителю. Сошлись во мнении, что и место для установки скульптуры в молодежном сквере выбрано правильно. Там всегда многолюдно, рядом площадь, на которой традиционно проходит парад первоклассников и выпускные вечера. Помощь в строительстве памятника окажут районная городская администрация, депутат ЗСК Виктор Чернявский, ну и, конечно же, жители Славянского района, желающие внести свой вклад в это благое дело. Средства можно будет перечислять в специально созданные под эти цели фонд. Финансирование этого объекта будет за счет средств фонда. То есть эти деньги будут поступать все на лицевый счет фонда. И мы, предварительно общаясь с руководительными учреждениями, получили одобрение, что в принципе каждый педагог даже не окажется поучаствовать здесь. Виктор Васильевич, вот и Роман Иванович. Как только фонд открывается, мы первые взносы туда обязательно внесем. И для нас это будет тоже знаково, Виктор Васильевич, потому что мы можем уже публично и говорить о том, что уже фонд не просто создан, у него уже есть какие-то средства, вносят люди. Мы это дело будем освещать, оговаривать. И я думаю, все больше и больше людей, узнав об этом проекте, смогут в нем принять участие. Памятник первому учителю должен стать народным. И здесь важно, чтобы славянцы, кому близок этот проект, от чистого сердца, а не по принуждению, жертвовали на его строительство. Особенно подчеркнул Виктор Чернявский. Мне кажется, это должно быть строго добровольно и от души. И не важно, сколько человек 100 рублей отдал. И там тысячи, важно, чтобы имена одинаково были, уважаемые, где-то, может, книгу какую-то даже, какую-то, да, там было записано, кто участвовал в создании памяти. В жизни каждого человека был учитель, который навсегда останется в памяти, и которого мы вспоминаем с теплотой и благодарностью. И созданная на народные средства скульптура первому учителю будет воплощать в себе собирательный образ всех педагогов, которые посвятили свою жизнь воспитанию детских душ. Анна Монастаренко, Георгий Калинин, программа «События». Продолжение следует...